Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я рада приветствовать вас на своём канале. Совсем недавно я показала вам своего вязаного снеговичка, который слева, в синей-зелёной шапочке. И очень многие зрители сказали, что в снеговушке нужна подружка. Да я согласна, что нужна. Поэтому, не затягивая, откладывая в долгий ящик, я связала подружку. Пусть это будет снеговушечка. Связана так же, как и снеговик из акрила, из пряжи бисерной, в две ниточки. Вяжу я с донышка, дальше вяжу вверх, это для тех, кто первый раз смотрит. На каком-то расстоянии сокращаю количество петель вдвое. Потом вяжу пару рядов, это как бы шея. Потом 5-6 петел прибавляю. Вяжу тоже 3-4 сантиметра и закругляю. Не забыв, конечно, положить синтепон или синтепух, как в данном случае. Снеговушечка у меня на пару сантиметров ниже, чем снеговик. И мне это нравится, потому что нижний ком у снеговика на ком не похож. А у снеговушки действительно ком похож на ком. Какой-то покруглей, что ли, он получился. А разница всего 1,5-2 сантиметра в высоту. И мне как-то это нравится больше. Хотя и снеговик чудесен. Но вот как бы два кружочка, как у снеговиков, вот больше, наверное, у девочки получилось. У снеговика нос с морковкой связан. У девочки носик, хотел сказать, пуговкой, но из бусинки. А в остальном абсолютно похожи. Только цвет шапочек поменял. Я вдруг поняла, что я обожаю вязать микрошапочки и микрошарфики. Никогда бы не подумала. Помпоны я такие бежевые сделала. Прикладывала сюда и белые. Тоже белые смотрятся неплохо. Но почему у меня вот бежевый захотелся, я не могу даже сказать. Белый тоже интересно. Он поддерживает тельце, он поддерживает снег. Может быть в следующий раз. Но я захотела бежевые помпоны, хотя они куплены были для носочков, таких полносочков-человечков. Я хотела такая же пряжа, у меня есть бежевая, навязать следочки или полносочки, приклеить любые глаза. И вот эти помпоны должны были выполнять роль носа. Такого же цвета, как и пряжа у носочков. Но судьба что-то по-другому распорядилась. Я захотела вот именно сделать бежевые помпоны. Как-то вот на них я остановилась. Хотя, я надеюсь, мне нужна вообще коллекция снеговиков. И помпоны еще будут всякие при всякие. Но пока я просто попробовала, как и что это будет. Как смотрятся стилизованные снеговички. Мне очень нравится. Если создать их поменьше, можно даже сделать это елочной игрушкой. И эти снеговики могут быть елочной игрушкой. Если елка большая, но для маленькой елочки надо поменьше. Такой микроснеговичок. Как уж там только шапку вязать, разворачивать, я не представляю. Вот. Ну, вы видите, да, что жених-то завидный. Мой снеговушка, он пришел к своей девушке-то на белом, в смысле, олене. И я думаю, все у них сложится. Потому что сердце, которое снеговик хочет подарить своей снеговушечке, очень большое, доброе и теплое. Живите с удовольствием, творите с удовольствием. Пусть у вас все-все получается. Не расстраивайтесь, когда что-то не получается. Переделывайте. Рано или поздно получится все. Доброго вам здоровья. И все вам самого-самого прекрасного. Продолжение следует... Продолжение следует...